всем привет и звание друзья 4 октября наступила 3 часа 10 минут мы в порту до 3 часа 10 минут вы не ослышались и маленькую прогулочку сейчас мы с вами совершим по пустым этим улицам там я разговариваю шепотом потому что я вспоминаю что хозяин с пандочкой там который сувениров продает они там возможно ночуют где-то прямо здесь тихонечко пройду пока честно я удивлен так мало людей но очень большая разница была когда все на тех улицах работала в принципе можем по ним пройти сейчас немножко когда на тех улицах все работало до 3 часов ночи это было два года назад до пандемии тогда были такие правила законы до 3 часов ночи и тогда люди расходились реально до 4 до 5 то есть тут люди рассвет встречали а сейчас все таки когда все до часа то в основном основная масса людей она уже уходит два часа уже почти никого нет поэтому людей так мало так я запутался здесь их . я не узнал смотрю вы не вы формально для френды мои гуляли с ними спите на слеп я филе дождь может быть все все спят привет паночка ты прям с хомячком наблюдаешь за ним ночью она сидит прямо это прям взгляд не отводит вот и люди начали появляться взгляд не отводит от хомячка такое время я здесь давно не гулял кстати я даже вспомнить сейчас не смогу когда такое время здесь давайте чтобы веселее было тут по набережной сейчас мы здесь ходили сейчас рома и слины в принципе тут час показывать как бы особо нечего корабли тоже не светятся и поэтому давайте выйдем сейчас на бар стрит и посмотрим что там происходит в это время собственно там уже тоже никого нет но посмотрим после бурной ночи на веселье как там сейчас все выглядит а потом выйдем туда все равно пляжик и кубата муниципалитета сзади лишь бы не было сейчас темно полностью на той улице потому что я сейчас смотрю неужели реально такое может быть что она сейчас вся бой темная тогда по ней не будет смысла особо идти нужно будет вернуться сюда здесь хоть свет есть на сейчас посмотрим что там на ней так смотрю что там темного прям реально давай даже правда темно здесь ресторанах уже естественно никого нет какое-то блаженство и какой кайф гулять ночью передать не могу вот именно когда никого нет так просто не описываем а так что-то светится давайте вот здесь попробуем выйти на ту улицу я сразу не узнал человека смотрю вроде похож не похож на тему ландочки хозяина то есть это си два года назад а только вот сейчас три часа все закончилось здесь бы были бы еще толпа людей которые бы разъезжались домой а так уже реально здесь все показывать нечего хотя толпа людей еще есть там он толпа молодежи там много людей давайте тогда все-таки по набережной пойдем ничего особо не покажу уже всем привет любителям ночных прогулок я вас обожаю привет тем кто не понимает почему так люблю ночь не только не миллионы людей любят ночь тоже надеюсь будут у нас с ноября я думаю дневные прогулочки как-то немножко потом постараюсь поменять свой график чтобы естественно уже спать не буду до трех или до пяти вечера когда можно будет не жарко и можно будет гулять в более раннее время хоть с утра собственно будет у нас в конце осени и зимой пришли мы сюда от отеля grand captain но мы шли оттуда мы оттуда вышли в 11 часов и сюда мы дошли вот сложно сложно в это поверить на 4 часа шли на самом деле оттуда эти максимум час час двадцать где-то на полтора часа мы шли четыре часа потому что кормили котиков иногда останавливались на лавочках отдыхали перекуры делали а так в принципе все равно сложно поверить что мы четыре часа шли так незаметно оно все прошло вот такая вот она ночная набережная порта можно с пандочкой приходить там и рядышком ложится и ночевать котиками красавчик лежит ты тоже не спишь да и еду не предлагает такой толстенький сытенький сегодня уже столько котиков накормили видео кстати с прогулочкой как мы сюда шли фрагментами либо вышла либо выйдет после этого тоже смонтирую там местами снимал немного на вроде сниму впереди он люди есть то есть ночной жизни как таковой ее нету но имеется ввиду там после двух после трех сами вы все видите не есть какие-то по городу от если идти по центральной улице есть рабочие ресторанчики которые скорее всего до утра работают либо они вообще круглосуточно работать луны кстати нет сегодня опять был закат луны как я его называю то есть луна упала в море это было причем еще где-то пол второго наверно с тех пор луны нет такое тут иногда случается что она просто как бы садится уходит в море и все да вот рано не светит зато есть звезды на махнили на встречать я сейчас буду основном полицейские патрули хотя их тоже уже много не будет потому что почти по четвертому все таки куда-то доведу вас я тоже пока сказать не рискнул я думаю что пройдем немножко нервные по вот отюрка пациенту я думаю сейчас не выйти ли мне туда на тогда усложню себе путь и он будет дольше минуток на десять если вот так сейчас пойду теоретически можно потому что там сейчас особо ничего интересного не такие ради вас дорогие друзья вы лежите на диване смотрите я за вас хожу надеюсь хотя бы лайк я заслужился кто хочет чего-то больше поддержать меня все ссылочки в описании спасибо огромнейшего иду максимально интересным маршрутом и сейчас посмотрим какие там цветочки растут на месте где весной у нас тюльпаны что там происходит на остановке ждет ли кто-то автобуса в три часа ночи и так далее автобусы кстати ходят до молодежь вы слышите веселая еще раз ходится разъезжается автобусы ходят ну короче я не знаю насчет ходят ли они до часа скорее всего вряд ли но до в 12 короче вы сможете уехать без 10 12 сто процентов сможете уехать центра отсюда в сторону махмадлара потому что мы встречали сегодня автобус там уже почти возле отеля на нас было время 027 было хочется умыться в крайне кино хочется вас задерживать пока раз идем снимаем а ты не буду нигде отвлекаться муниципалитет впереди а вот бар стрит она вот там начинается здесь я давно кстати не ходил я даже не знаю какие еще цветы тут растут что-то сейчас происходит на этой площади возле памятника татюр муниципалитет машин мало аж не верится что может быть мало машин что бывают такие периоды когда ночью даже летают и ничуть их не меньше чем 12 ночи в три часа то сейчас больше людей будет мы увидим на центральной улице что на такси не все передвигаются многие добираются пешком но может это и гулять будет цветочки здесь есть я не знаю как они называются но тут все очень красиво сейчас здесь вот одного типа трех цветов они здесь вот такие вот цветочки здесь всегда красиво даже когда не тюльпаны тут все равно что-то красивое всегда эта площадь прекрасное место для фотосессий для прогулок для отдыха для прогулок сумасшедших блогеров которые ходят тут пол четвертого котик блин мне так хочется почему-то тебя покормить давай покормить и более заряженки сейчас мы тебе кушать это ты станешь немножко звездой youtube акутик немножко тебя увидят может быть кто-то будет узнавать может даже тебе повезет и кто-то придет и здесь тебя покормит все может быть знаешь когда ты уже будешь немножко звездой человек придет сюда на лавочку напоминаешь кого-то из моих знакомых центровой ты цветочках ночуешь да да погнали дальше да реально машин прям вообще практически нет удивительно но это радует потому что я буду идти до white gold а в тишине по крайней мере наслаждаться тишиной шумом волн они двигателями машины это очень радует потому что не всегда такое получается даже когда два гуляют часто очень много машин столько такси болт ездить это изредка потому что же все разъехались так мы возле памятника мастафаки монета тюрк видел я сегодня человека но я сейчас иду сейчас радусов друзья 25 это несмотря на то что там градусник показал 24 на этом где большая кошка напротив талии но мне кажется сейчас 25 принципе я иду мне немножко но не то что жарко ну ну хотя да слегка можно даже сказать жарко но у меня рюкзак на спине так и здесь здесь не спит человек который работает в этом магазине вот ты всю ночь туда всю ночь 24 часа приходите тут все можно купить попить и много всего вкусного сладкого все векса марш пока я издалека посмотрел думаю вроде знакомое лицо он меня знает тут можете приходить привет передавать тоже с ютюба это магазин алания спорт футбольная не только футбольная алания спорт это не только футбольная команда это вообще клуб как баллонийский хихонер вы тоже обалдел что этот пол четвертого с камерой кстати друзья неужели макдональдс работает всю ночь да ладно серьезно что бургер кинг точно не работает а ну либо они там что-то делают может у них доставка ночью не знаю на крайней мере все открытое все светится я прям удивлен шекспир человек сидит с компьютером возможно сторож так но как-то не особо тут и людей сейчас мы с вами идем принципе толпы за мной не идут да такое впечатление что работает макдональдс я там не вижу конечно ни одного человека но все открыто а нет есть люди есть люди сидят люди за столиками блин там два или три столика даже заняты так что имейте ввиду макдональдс работает сейчас где-то ближе к пол четвертому так вот такое открытие мы сделаем вот сверчков можно будет слушать когда мало будет машин уже мало собственно немножко пройдемся а блин челентано рома алена я вам про челентано рассказал я гоню блин челентано это это не там челентано я не видел доминос пицца или доминос как правильно сказать и и имел ввиду бургер кинг не работает в это время а вот пиццерия я думаю что да работает там он человек сидит но может он охранник но внутри сидит двери все открыты я думаю что может быть даже круглосуточно работает скорее всего тоже у них доставка есть круглосуточно сюда шли роми с леной рассказывал как я весной зарегистрировался и онлайн доставка ну то есть там была такая ситуация реально что допустим большую пиццу с доставкой надо можно было заказать за 29 лир сейчас же другие конечно совсем цены а сюда же когда приходил здесь это же пицца была там 80 чем-то лир то есть такие вот парадоксы да то домой привезли то есть такая интересная у них политика причем с доставкой там интересные цены вас сначала будут завлекать цены будут вообще дешевые потом по чуть-чуть будет цена допустим подниматься потом если вы неделю там или две недели пиццу не заказывали вам на почту приходят сообщение а чувак мы тебе подготовили там такое-то предложение с такой офигенной скидкой и пицца будет предложена там посуду в общем интересно плюс за каждые там то ли четыре то ли пять заказов потом шестой это маленькая пицца бесплатно там три размера у них есть плюс они пидача стали делать но это я весной сейчас я уже не заказываю потому что там уже даже не 100 лир там уже около 200 по моему большая пицца стоит которая покупал по 30 там потом по 40 пицца кстати вкусно так и вот пока мы друзья идем и за мной ни одного человека впереди никого не вижу там я-то теоретически вас могут и до мишек довести может и даже дальше на там мишки уже спят они не светятся пока у меня пока у меня силы есть болтать и вас развлекать чем-то что-то вам рассказывать пока можно идти если бы я конечно шел полностью молчал вам бы было уже не интересно пока идем просто не каждый из вас я понимаю что может ходить по этим улицам 3 часа ночи кто-то никогда их не видел вообще такими пустыми да потому что вечером здесь толпа людей час ночи здесь толпа людей как вас пол бич справа ты надо ночами вижу вот эти вот машины вот как проехала это не витас это же другое не знаю модель но вот у меня вот не знаю может она так и есть может мне так кажется то есть такое впечатление что ездит не полиция может быть какая-то другая спецслужба и они ночью вот как бы они едут обычно медленно иногда когда видят каких-то людей они приостанавливаются давно не знаю может я ошибаюсь а может реально просто кто-то следить за порядком все может быть на днях я изучил историю интересную про самое что у меня давно смотрит узнает как я всегда восхищался этой стильной формы мотоцикла полиция на мод на моциках которая ездит в которой дельфинчик эмблемчик оказывается что это подразделение дельфин так и называется и это одна из самых элитных и самых ну короче все дети мечтают стать дельфинами в детстве вот это спецотряд который у него очень много полномочий они на самом деле очень крутые они разрешить способны любые ситуации без разрешения прокурора даже они могут работать по моему даже право у них есть на использование огнестрельного оружия в чрезвычайных ситуациях то есть у полиции этих многих прав нету обычной то есть они как бы отличается это элитное спецподразделение его как бы спецназом не назовешь но они все капитальное обучение проходят том числе и по вождению а сами они должны быть на мотоциклах в общем очень интересная история может быть даже отдельно сделала выпуск как-то на эту тему то есть это очень серьезные ребята и они очень очень стильные очень красивые очень порядочные очень вежливые в принципе в турции любая полиция вежливая порядочная вот они как бы они как образец и талон всего и и они не просто как бы то есть скажем так чтобы туда попасть это не так просто вот я этого всего не знал и на днях я это изучил мне очень интересно было это все почта эмблемка у них супер дельфинчик в полицейском шлеме я думаю вы все их видели есть забыто ездить забитая называют забыто муниципальная полиция с мигалками на мотоцикле у них там синие такие кому жилетики а эти ребята они ездят но они отличаются по мотоциклам вы их видите они белые шлемы у них когда сильная жара у них футболочка с надписью полиция когда осень зима они ездят таких курточка с красными оттенками очень красивые очень стильные и очень хорошие люди сколько удавалось как бы с ними общаться пересекаться как потрясающе ребята да друзья по поводу карт мир кого интересует час идет очень большая истерия такая и очень многие блогеры доказывают что карта мир все абсолютно уже не работает но хочу вам сообщить о том что карта мир теньков точно по крайней мере в некоторых терминалах в некоторых магазинах они работают насчет того снять ли деньги можно ли с банкомата вот честно не знаю но терминалы то есть получается банки не не отказались как многие заявляют полностью не было такого заявления что вся турция отказалась от карт мир поскольку они работают еще вот на вчера на какое было нас третье вчера октября по крайней мере так было так чё еще могу вам сказать сегодня только узнал что а я говорил на днях что будет концерт ляписа поддержка украины на стадионе в оба наверно когда честно не помню может быть в эти выходные следующий меце виду здесь он еще не прошел то честно я не знаю когда сегодня мне сказали про маслины что бэгэ будет концерт опять же я забыл можете загуглить по интернету посмотреть то ли 13 то ли 14 числа так сейчас дай бог память я вспомню по моему гавана клуб это быстро не смогу вам сказать по моему это там на выезде в сторону канаклы туда гавана клуб где-то где-то кажется если не ошибаюсь точно не помню где гавана знакомое что-то почем на бэгэ билеты я не знаю честно я бы ну теоретически я может как бы может исходил бы но в принципе я немножко у меня ну не являюсь его скажем так большим поклонникам мне больше нравились аквариумы ранние альбомы а так я с трудом как бы не воспринимать я очень уважаю как бы но не могу сказать что я слушаю часто бэгэ поэтому вряд ли я пойду на его концерт а так принципе можно было поинтересно если в принципе я знал бы но это можно все узнать но опять же это надо надо блин надо подсуетиться можно было бы узнать в каком он отеле то есть теоретически можно было бы даже маленькое интервью забабахать какое-то то есть тут понятно что не будет какие-то там спец охраны спецслужбы охранники сделала хранители никто за ним бегать не будет человек будет спокойненько жить в отеле где-то купаться в море то есть теоретически можно было бы подход найти на повторюсь поскольку я не фанат его как бы я прошу прощения у фанатов что но кстати кто живет здесь дал вашу есть возможность знать все об этом концерте попасть на него еще время есть почем цена билетов без понятия так я по-моему сказал да что я видел человека в курточке такой вот как вот это джинсовая верха белый этот воротничок такой почти зимняя можно сказать а вот она афиша гавана этот open open air every day 0 5 4 6 может кому-то телефон гаваны 0 5 4 6 7 9 2 7 6 3 0 можете звонить кто здесь живет кому интересно узнавать за bg сегодня днем у нас были волночки ну я купался они такие были не критичные спокойно вообще вышел с моря потом то есть совершенно безопасно как бы по мне ну кто-то может таких волн уже не купается но небольшие реально были на небольшие сейчас что будет сегодня пока непонятно так они вроде не сильные хотя мод пока гуляли эти четыре часа мы шли они то каком-то месте они чуть посильнее в каком-то их вообще как будто не было так вот надеюсь что сможем мы сегодня купаться нормально здесь на что вода была явно не двадцать семь с половиной не 28 когда я купался в понедельник вечером сегодня вода была но не знаю сколько я не мерил но может просто холодные течения были с дым чая дим чая потому что я там купался может из-за того что волны принесли что-то откуда-то какие-то прохладные волночки ну я еще верю в то что вода еще долго будет теплая теплая это подразумевается не ниже 27 однозначно понятно что на 26 для многих теплая 25 24 но должен нас пока октябрь пройти максимально с теплой водой друзья идем пока дальше пока я не устал несу эту камеру смотрите на аланью моими глазами ходить и моими ногами идем пока дальше барханович фото с эфиньери ресторанчик вот куда мы ходили с александром катя никеем недавно и до этого с ребятами с преднестрова но вообще много раз не был как бы за пребывание в алании и в нем он даже сейчас пол четвертого там толпа людей от вам их не видно я не буду сейчас туда вот это мне нравится это из дерева сделали вход стильный вообще поверьте мне друзья там сейчас принял он клянусь там почти нет свободных мест там только граждане турции там не час иностранца вот я вот так вот иду часто и думают люди завтракают уже надо что нереально делают я не знаю я сейчас тоже не отказался принципе вкусно а там съесть есть есть свободные столики но их реально немного то есть там и сейчас всех людей посчитать пока я там поверьте там явно больше сотни народу по 4 за столиками сидят по 6 за столиками то есть когда ресторан ну более-менее нормальные цены и хорошая вкусная кухня но опять же я не могу понять допустим дам 12 ночи в нем людей было бы немного а вот именно вот чем позже идешь или чем ближе к утру скажем так ну не 5 имеется ввиду а вот три часа там после двух он блин полный всегда почти то очень интересно это какие-то наверное тоже романтики которые как я любят ночью погулять и поесть у меня лично завтрак был сегодня в 10 вечера сейчас я приду буду обедать 5 утра раньше быть и норно домой не доберусь сегодня арсен фи сити бич любимый любимый мой родной привет всем кто его любит сейчас градусник будет 24 показывает но я иду у меня честно немножко под по затылку но это потому что я иду довольно не не медленно и рюкзаками на спине он меня подогреваем ну а так в общем явно конечно тепло и тепло даже очень время он скажет она числа да уже вижу 24 время пока не вижу ревталия спящая ириха привет время 325 она я думал что больше принципе я домой могу прийти даже четырем если повезет по котейкам я уже не 335 спит наша кошечка большая не она не спит мы уже возле не были час назад прохожу на меня вроде не слышал поесть и да но пока я иду увидели там навстречу проезжала раз на музыке еще на чем а так вот чтоб люди меня обгоняли шли мне навстречу такого особо и не было да то есть сколько мы идем по велодорожке никто не ездить кроме вот этих вот ребят и чуваки выезжаете вы съехали с велодорожки вы по траве едете я надеюсь вам со мной интересно большое спасибо очень очень приятно на самом деле кто как бы на моей волне на моем юморе и так далее и так далее кто все понимает кому со мной весело интересно очень приятно что есть такие люди на самом деле это все очень ценю спасибо большое так какие тут афишки вот бэгэ у нас висит афишка сейчас число для описание вижу афиши алания 14 октября 19.00 гавана клуб продажа билета он по-русски естественно там агенте на телефон 90 544 575 20 23 сразу сюда можете звонить по-русски вам ответ акустический концерт но тем более акустический если было что-то там знаете в стиле ракешника хотя бы как аквариум когда-то было я может быть но с большим бы интересом отнесся акустика это такое дело на акустику находить когда-то реально знаешь все песни когда-то обожаешь исполнитель они просто когда-то его уважаешь не не знаешь почти никаких его песен кроме тех которые были в конце 80 конечно если кинчу какой-нибудь приехал или шевчук они осип шевчук приехала я не только на концерт пошел я вам друзья забабахал бы с юрием или она и чем такое интервью еще мои на море с ним куда-то съездили в ресторанчик по-любому дай бог чтобы даты сюда приехал это будет круто знакомого на года с 2005 примерно для седьмого я не помню точно с какого года так ну что идем дальше пока рома в состоянии правда замахать потом грузить то видео давайте вот эту штучку посмотрим красиво позитивно ходим на велодорожку боже какой кайф наконец и смотрите тут пусто 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 блин наш мороженку съесть ладно не отвлекаемся идем все ради зритель идем вот вот то что меня просто вот и реально кайфую смотрите ни одной машины не в ту сторону не в эту я просто это чудо друзья я на другой планете все люди выехали куда-то другие галактика от волн там были маленькие здесь сейчас от слышно их читание нет побольше не знаю чего зависит от каких разных местах разная сила волн получается куда идем друзья в аэропорт газе паша или в мэрсин ну теоретически так а сколько у нас там казни меня на газе паша мы будем идти до до шести вечера блин темный участок я думаю то ли попрощаться с вами по котикам я не пойду я сейчас наоборот буду их обходить чтоб не беспокоить потому что пока мы шли сюда мы всех покормили уже там и еды осталось только для котиков которые около дома был сейчас кучка я буду обходить я вот думаю теоретически можно пойти через промзону где в это время точно вообще никого не будет хотя тут и по набережной особо никого не было девушка сидела справа на мотоцикле одна тут сейчас нет никого тут нет ни одного человека на лавочке я не вижу не идущих не бегущих не едущих вижу работающий магазин вижу человека на пляже на скорее всего он тут работаем в кафешке пляжный да и вижу пару человек возле моря сидящих люди просто слушают звуки волн где начал снимать дай боже памяти ё-моё друзья если вдруг сядет аккумулятор я с вами прощаюсь мира добра здоровья позитива всем берегите себя будьте здоровы любви счастья удачи и так далее так далее спасибо вам большое что вы со мной очень приятно особый привет тем кто начал смотреть самого начала спасибо что находите время спасибо что вам со мной интересно и так далее так далее правда очень очень приятно это все надеюсь что вам было не скучно я смог вас поразвлекать немножко и вы увидели реально ночную аланию даже как бы если кто-то не находит ничего интересного но если вы любите хоть как-то аланию думаю в любом случае вам должно быть хоть чуть-чуть интересно посмотреть а что же сделается в то время когда вас здесь нет в то время когда вы спите в отеля допустим надеюсь что было интересно так котик 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 тебя накормили или не тебя щас это окошечко которая не было когда мы сюда шли волночки вам слышно наверное если не видно то слышно катюня делаешь тебя искал ты на мой пятнах у похоже привет идем кушать тебя искал мы шли туда ты не вышло тебя здесь не было привет а ты чего не спишь такое время я знаю что ты любительница закаты наблюдать и так далее на море смотреть на время тоже когда ты спишь как рома днем на завтрак тогда завтрак водичка тут есть кто переживает за воду друзья когда вижу что место реально где вода как бы недоступная знаю что сложным будет найти тогда воду наливаем когда знаю что тут лучше на каждом пляже она это все поверьте тоже здесь не проблема не переживайте все як сам лар спокойной ночи они ты была в тот раз мне показалось две таких вот похожих по этому участку одна была вроде как слегка берете слегка беременна не нет и вроде 2 все пока так мархабал хотел слева два человека вижу на лавочке сидят полуношники ребята турецкие отель парадор слева будет монар сити я думаю как же мне так спокойненько обойти чтоб котики меня не услышали не побежали все за мной девятый пляж справа не хочется идти сейчас на промзону потому что я готов вас еще провести немножко на двоится 1 2 парня он один тоннер рюкзак на спине через промзону просто идти вы только будете меня слышали там ничего видно не будет вообще поэтому мне возникла глупая идея сейчас довести аж до до апельсинки рома не гони не сходи с ума я не могу сейчас посмотреть сколько там на аккумуляторе осталось ну да апельсинки это еще минут блин это не меньше минут 15 еще честно не знаю даже парадор чик слила там арси ходу для первым даже друзья не знаю конечно это было бы супер прогулка длинная большая в принципе в принципе ну да было я снимал же когда-то гулял по кистелю больше часа по моему да мне не помню какой рекорд на канале по длительности видео в принципе интересно было бы довести вас до апельсинки даже мне самому было бы интересно не знаю пока и просто нам будет перейти тогда на ту сторону чтобы не тревожить котеек потому что сейчас все за мной побегут и слышат менять в принципе я могу перейти прямо здесь просто у меня в памяти я не знаю был ли полностью заряжен аккумулятор и даже если он был полностью заряжен у меня не точно не помню вроде как час полный заряд точно должен выдержать просто обидно будет если можно придем до реки дойдем оба чай до минуты не хватит и сядет аккумулятором и не дойдем до апельсинки все равно будет интересно кто уже смотрит кто со мной сейчас тоже бага есть афиша кто со мной сейчас еще до сих пор самого начала и я думаю с удовольствием пройдете и еще реально можете сейчас судить до день недели это тоже важно потому что есть какие-то дни когда много людей ночами хотя честно в три часа я так вот из центра не часто гуляю в три часа и обычно ну мак